Всем привет! В эфире Кэт Кена, и ты смотришь Puzzle English. Давай сегодня разберем четыре слова, которые, казалось бы, имеют очень похожее значение, но на самом деле они разные, и там есть нюансы. Речь идет о словах say, tell, speak и talk. Понимаешь, да? Все они означают сказать, либо говорить, но давай по порядку. Сейчас я тебе все объясню, станет очень просто. Слово say имеет значение сказать что-то физически, выразить какую-то мысль. Вот она у тебя была в голове, и ты ее сказал вслух. Это say. Еще тоже для передачи не только своих мыслей, для передачи чьих-то слов, как в косвенной речи, так и в прямой речи. Сейчас дам пример, и будет все понятно. Амелия сказала, что она скоро вернется. Или прямая речь, например. Он сказал, доброе утро. И, кстати, обращая твое внимание, очень часто say не подразумевает, что ты объясняешь, кому сказали. Ты просто говоришь, кто-то сказал что-то. Не говоришь, кому. Просто кто-то что-то сказал. Теперь, если мы все-таки хотим уточнить, что кому, то нужен предлог to. She said to me, то-то, то-то. Ну, так используется редко. Как правило, говорят просто she said, и дальше, что именно человек сказал. Можно, конечно, сейчас пафосный очень пример дам, особенно в текущих обстоятельствах. И я хочу сказать, да я обращаюсь ко всем жителям этой страны, скоро все наладится. Это я сейчас Кашпировского включила. Отправляю вам волны. Скоро все будет хорошо. Перейдем к слову tell. Очень похожее значение. Say и tell переводится как сказать. Но вот still мы всегда-всегда упоминаем кому. She told me. She told him. He told her. Всегда есть кому сказал. Amelia told me that she would be back soon. Абсолютно такой же пример, как в предыдущем слове, но вот другая конструкция. Еще tell используется для того, чтобы дать какие-то указания, инструкцию, сказать кому-то что-то сделать. Если say это просто сказать вслух сам факт произнесения вслух, то tell это какую-то уже информацию донести. I told my son to brush his teeth. Я сказала сыну почистить зубы. I told you to stay home. Why are you here? Я тебе сказала остаться дома, что ты тут делаешь? Еще обращу твое внимание, что если мы говорим о физическом процессе произнесения вслух, то сюда пойдут сказать, например, чье-то имя, произнести какое-то слово, произнести какую-то фразу. Сейчас дам пример, ты поймешь, о чем речь. Помнишь, песня такая была у Destiny's Child? Say my name, say my name. Что имеется в виду? Произнеси мое имя вслух. Назови меня по имени. Если тебе говорят tell me your name, это означает, что человек не знает, как тебя зовут, и он спрашивает твое имя. Если say my name, человек знает твое имя. И ты просишь его произнести вслух, tell me your name, скажи мне, как тебя зовут. Чувствуешь? Вот в этом разница. Например, Alice said a naughty word. Alice произнесла матерное слово, ругательное слово. Еще tell может использоваться, переводиться, как рассказать что-то. Например, То есть, понимаешь, say здесь уже никак не пойдет, потому что say это просто произнести вслух, а вот tell это уже что-то рассказать. Но английский бы не был английским, если бы не было небольшого нюанса. И say и tell могут использоваться, в каких-то примерах, могут использоваться абсолютно одинаково, меняется только грамматическая конструкция, смысл абсолютно один и тот же. Например, Лора сказала, что она опоздает на работу. Абсолютно одинаковое значение, просто немножко разная грамматика. Это say and tell. Дальше поехали speak и talk. Я их разбиваю по парам, потому что они ближе друг к другу, нежели чем все четыре между собой. Вот speak и talk переводятся, как говорить. Если предыдущие были, сказать, эти, говорить. Speak используется в более формальных ситуациях, используется, когда тебе нужно подчеркнуть важность того, что ты хочешь сказать, или о чем ты будешь говорить. Например, Нам нужно поговорить о твоей посещаемости в этом месяце. Тут сразу убиваются два зайца. Одним чем-то у нас зайцы убиваются. Камнями. Чем-то. Во-первых, ты... Это какая-то формальная обстановка. Директор в школе так может сказать. Босс тебе говорит на работе, например. И ты также подчеркиваешь, что это важно. Давай обсудим твою посещаемость. Что-то у тебя с ней не то. Ну и опять же, да, всегда, когда это публичное выступление, запомню эту фразу, спикер, он спикает. Не зря, не зря спикер спикает. Speaking здесь имеется в виду, будет толкать речь, будет выступать. Еще один нюанс. Speak всегда используется с языками. Когда идет речь о знании языка, реального ли, вымышленного ли, всегда speak. Do you speak English? Всем знаем эту фразу. Или в... Как я встретил вашу маму, они там что-то прикалывались друг на другом, и Робин говорит I don't speak, nerd. Я не говорю на языке ботанов. То есть, ну, nerd не настоящий язык. А видишь, здесь даже нет слова language или еще что-то. I don't speak, nerd. Уже сама семантика, сам контекст тебе говорит, что речь о способности говорить на языке ботанов. Да простят меня все ботаны. Так, теперь переходим к слову talk. Talk это так же, как и speak, говорить, но более неформально. Есть нюансы, естественно. Talk говорить, вести беседу. Пример такой. Саренчик, с кем ты там говорил до того, как я перевела? Вот так переводим. Еще сразу обращаю твое внимание, talk может быть to someone и with someone. И то, и другое грамматически правильно. Можно использовать и то, и другое, но опять же, есть нюансы. Когда ты talk to someone, очень часто имеется в виду, что разговор происходит в одностороннем порядке. То есть, один человек говорит, а второй слушает. I need to talk to you означает, что у меня есть какая-то инфа, которую мне тебе нужно сообщить. Это не обязательно так, не всегда так, но вот такой нюанс есть. Speak with someone имеется в виду, что у вас диалог, вы разговариваете друг с другом. Например, ты в комнате находишься, и кто-то там что-то говорит, а ты такой отвлеченный, и вдруг ты включаешься и говоришь, sorry, are you talking to me? А, ты со мной разговариваешь, да? Потому что в одностороннем порядке происходит. Или I was talking with my mom the other day and we decided that la-la-la. Я разговаривала с мамой, то есть, у нас диалог, обсуждение какое-то шло на днях, и мы решили, что и там дальше по тексту. Еще пару примеров, чтобы была понятна разница, да? I always see Molly talking with John at lunch. Are they dating? Я всегда вижу, как Молли, я все время в обеденный перерыв вижу, что Молли с Джоном болтают, разговаривают друг с другом, что они встречаются. Или ты говоришь, I can see Molly is talking to John right now. То есть, ты видишь, что Молли что-то говорит, рассказывает Джону. Это такой небольшой нюанс, который знать полезно. Естественно, они могут быть взаимозаменяемыми. Например, мы с тобой это немножко больше обсудим, об этом поговорим в понедельник. Или И, ну, чтобы подвести итог всему тому, что я только что озвучила, информации много. Значит, say озвучить вслух свою мысль или передать чьи-то слова. Tell тоже говорить вслух, но уже донести какую-то информацию или дать какие-то инструкции, указания, сказать что-то сделать. Speak и talk оба означают говорить, доносить информацию, но speak более формальное, используется, чтобы подчеркнуть важность. И всегда, когда речь идет о языках, talk все то же самое, но в более неформальной ситуации и никогда с языками. Нельзя talk English, только speak English. Ну, что ж, я надеюсь, что ты теперь будешь speak без ошибок и используя все эти четыре слова в нужном контексте и с нужными предлогами. Спасибо за внимание. Учи английский с Puzzle English. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!